...почти по всем существенным объектам, которые финансируются из бюджета. Там на сегодняшний день либо мы идем на расторжение контракта через суд, потому что это непредалимые силы, которые вы утверждают нас не выполнять обязательства по контрактам на подобных объектах. Но что причиной всему, вы все знаете, это просто специальный выдел. Как вы понимаете, курс, который обвалился и привел к какому-то дорожанию нашего ременевого профиля, ставка процентная, которая и для нас юридический бейс, и для нас юридический бейс, которая неподъемная становится. Ну просто-напросто сказать, что оборот нужно увеличить вдвое, в рублевую, потому что так цена возросла. А кредиты сегодня, ставка, которая возросла в два раза практически, и он едет, и как их отработает. Поэтому приходится сворачивать запасы в производстве, запасы настрадавшие, запасы приближенные к потребителю. Все это приводит к снижению и оборачиваемости, к снижению, в принципе, цены на них, на природный газ, которые просто обрушили деньги, приходящие в бюджет. Там подальше мы их посмотрим, в принципе, приводит к тому, что и количество объектов финансируемых и бюджета резко падает. Но я бы сказал, что когда мы смотрим на эти цифры, вот здесь она для вас не новая, и курс какой он был, и как менялась цена на алюминиевый профиль, все это отрежено. И вот если смотреть на эти диаграммы, я не буду их целиком комментировать, я просто хочу сказать, что вот падение, потребление профиля, которое я говорю, 20-25%, а остальные все показатели значительно больше отличаются. Тоже самый курс, грубо говоря, 25-30 и 55, почти в два раза увеличился. То же самое можно говорить о ценах на них, то же самое можно говорить о динамике изменения процентной ставки. 12-17% за Италии. То же можно сказать, вот по выручке за нефть. Посмотрите внимательно, если мы в 2014 году в первом квартале за нефть выручили 40 миллиардов долларов, то в этом первом квартале всего лишь где-то около 20-25. Почти в два раза упала выручка от продажи нефти, которая приходит в Россию, которая идет как раз на финансирование того, что финансирует государство. Ну, как показатель в конечном итоге и снижение активности, ну, деловой активности населения, как угодно называть. Я на примере привел покупки автомобилей. Почему именно автомобили? Потому что параллельный бизнес нашей компании – это продажи автомобилей. Автомобили корейских, французских и так далее. Так вот, эти цифры падения в полтора раза, практически почти в два раза падения объема продажи автомобилей, действительно оно есть только потому, что у людей недостаточно средств. То же самое сегодня происходит и с жильем. Если по жилью следующую диаграмму покажу, то первое квартале 2015 года он вырос, в принципе, против прошлого года. Но общаясь регулярно с теми, кто застройщиками, инвесторами и так далее, было окончание строительства. Никто не закапывал деньги в фундамент, доделывали это все. И поэтому, глядя на первую диаграмму, где мы говорим о потреблении профиля, и вот об этих других универсиях я могу одно сказать, что для нас первый квартал вообще не показатель. Это еще не то самое большое падение, которое нас ждет эксклюзионщиков. Потому что то, что было застроено в первом квартале, то, что не заложены фундаменты сейчас, это ожидает в второе полугодие этого года и в 2016 год. Вот ситуация как раз идет в то, что мы жилые объекты новые не закладываем, то, что казна государева меньше получила нефтедолларов, газодолларов и так далее. Объекты вот такие более коммерческие, они будут финансируемые в бюджетах гораздо меньше. Ну и как результат, то, что мы настроили сегодня, наставили множество заводов, производства прессованных алюминиевых профилей для стройки, мы становимся, ну как сказать, очень такой нехорошей ситуацией конкуренции. Практически сегодня мощности, два с лишним рада превосходят потребление этого профиля у нас в России. По каким причинам я бы рассказал. Поэтому я бы, наверное, перешел к своим выводам, вот исходя из тех выдержек, которые были сказаны нашим президентом, и вы это все знаете о том, что мы на сегодняшний день огромное внимание уделяем оборонке, оборонной промышленности, инвестиции идут туда. И вот здесь, наверное, я передугром на свой вывод, который сделал для себя, и просто озвучу его, что сегодня необходимо перестраивать наше прессовое производство под более сложные, более долгостоящие проекты, но проекты, которые направлены будут именно в этот образ. В оборонную отрасль, в промышленности и так далее. То, что о чем мы говорили. Если у нас извращенное потребление было последние 15-20 лет, то есть мы практически 80%, там 70%, 60%, больше половины практически каждый год в профиль опрессованного уходило в стройку. Хотя во всем мире это 15-20-25%, но никак не половина профилей. У нас же больше половины. Вот для нас, эксклюзионщиков, предстоит все-таки перевооружение в части установки оборудования дополнительного, для того, чтобы обеспечить оборонный комплекс. На сегодняшний день те заводы, которые мы строили 40 лет назад, начинали с «Убра», а которые 70 лет назад, без подобных конструкций, как делали в Каменске, и это филенция безусловная. Есть это оборудование, которое могут делать и твердые сплавы, и специальные сплавы, и каленые, и не каленые на этих заводах, но оно, это оборудование действительно намного старело, и необходимо перевооружаться, как на этих заводах, так и инвестировать в наши предприятия, которые были основаны только для мягкой группы. Над этим проектом мы сегодня работаем, предконтрактные определенные переговоры ведем. Как Владимир Михайлович сказал, надо становиться не на одну ногу, по крайней мере, не только, он сказал, в части не только в Европе, но и в Америке, не только в России, но и в заграницу продавать профиль, я бы сказал, не только для строительства, но и для других отраслей машиностроения необходимо осваивать продукцию. Безусловно, это не такой легкий проект, как купить прессовую линию, если не сразу отдавать. Поверьте мне, я точно могу сказать, что чушь-оболоночная производство влитейки, это очень быстро, просто. Но учиться прислать профиль, это еще сложнее. Делать большой передел для того, чтобы получить трубку 6 на 0,5, и сплава там, грубо говоря, МГ-6, это совершенно другая технология, другая, очень-очень трудоемкая, кропотливая работа, которая потребует и иных финансовых вложений, иных затрат, и, к сожалению, и иных сроков окупаемости этих проектов. И вот в сегодняшней ситуации, безусловно, это можно потянуть только совместно с государственной поддержкой. То есть искать способы финансирования этих проектов, искать деньги, которые бы, по крайней мере, не под 15-20% давали, хотя бы ставку для финансирования, грубо говоря, снижали и восполняли. Войти в целевые программы местные, региональные или российские, для того, чтобы осваивать, говорите, как первое вооружение. Это вот тот вывод, который я сделал для себя и в Дома Мирвиса. То, что я хотел поделиться своими мнениями, я бы сказал. Спасибо за внимание. Всем доброго.